олег во первых расскажите еще раз нашим зрителям о географии вашей сети где вы представлены в каких форматах вы работаете добрый день собственно если говорить про географию присутствия мы представлены в трех субъектах федерации это ульяновская область самарская и саратовская по факту это ключевые города ульяновск наши квартиры находятся в ульяновске тольятти город балакова и димитровград это вот 105 магазинов находится здесь из них абсолютное большинство голосом 70 магазинов находится ульяновске форматы форматы это магазины супермаркеты по факту общей площади магазинов у нас мы делим на три формата это 800 квадратных метров 600 и 400 превалирующее большинство это магазин 800 квадратных метров насколько у вас большое плечо доставки радиус доставки который мы себе можем позволить экономически это 350 метр 350 километров от ульяновска у нас логистический центр находится в ульяновске соответственно все что в рамках 350 километров мы можем покрывать к какому сегменту рынка вы относитесь кто ваш покупатель на кого ориентируетесь наш покупатель это по факту каждый житель любого города наверное мы себя позиционируем как компания средний средний плюс без ложной скромности могу сказать что в нашей базовой лояльности сейчас около миллиона клиентов где 600 600 тысяч человек является нашими постоянными клиентами которые мы видим к вы делающие свою активность покупок от 4 до 7 раз в месяц если говорить о конкуренции с федералами как сейчас ситуация складывается в вашей географии присутствия вот сколько вас вы сказали торговых точек чуть больше стада а сколько тех кого вы считаете самыми конкурентами могу сказать следующее то что за последние три года масштаб конкуренции просто удивляет можно сказать ошеломляет если компания гулливер насчитывает 105 магазинов то за последние три года открылась конкурентов там более 200 из них более 150 магнитов более 70 магазинов пятерочка это все на территории нашего присутствия соответственно как можно бороться с федералами только используя какие-то уникальные торговые предложения которые у тебя есть в днк чем был слабен гулливер это собственным производством собственной фабрикой и хлебопечением да соответственно наша задача была акцентировать внимание на эти сильные стороны гулливера и приумножить их собственно по факту мы это и сделали освежив упростив сделать более мобильным доступных для людей как бы правильно позиционированы и подав это к в нашим клиентам мы увидели отлик и в количество покупателей в среднем чеке какие-то уникальные вещи свой ассортимент вы заводите я думаю что ключевые уникальным нашим предложением одно одним из ключевых это является вот тот мир свежести про которые говорил это направление мясо мясо именно тот который мы обязаны реализовать течение 48 часов который долго не хранится никто из федералов практически не может себе позволить управление масс мясо как бы федеральном масштабе на коротком плече на длинном плече потому что это скороподичный продукт поэтому если ты чуть-чуть прогадал у тебя уровень потерь к бы съест всю твою как бы доходность поэтому сделал акцент на мясо централизовал как бы разруб и обвал на нашей фабрике мы смогли запитать 70 магазинов увеличив полку которая у нас была в мясе буквально там в 4 в 5 раз или с точки зрения денег и отвлека мы получили плюс в трафике от 5 до 10 процентов зависимости от магазина то есть люди чувствуют это и как только ты выставил новую витрину с мясом начиная там от говядины как бы заканчивая там птицей и то же самое курицей это ну смело говорю на плюс 8 процентов трафике и вот вам уникальное предложение когда люди хотят это видеть и понимает разницу даже они хотят идти в чистый как бы свет светлый магазин для тебя обслужат где сервис заточен таким образом что в принципе если оказались какой-то кусочек мяса то тебе здесь же его могут и сделать из него фарш потому что часто люди говорят там фарш делают из какие-то субпродуктов и еще чего-то ничего подобного вот выберите кусочек мяса которого нравится мы вам его просто покутим по массорубке у вас на глазах и вы будете уверены что это именно тот кусочек который вы выбрали и вот так что вы делаете в категории собственного производства сейчас по крайней мере на московском рынке заметна тенденция когда допустим от весовых товаров уходят в индивидуальную упаковку по крайней мере от права то что если говорить про футе кто вот про это все говорят у вас как на оригинальном рынке ситуация стоит здесь наверное уникальности какой-то нет наверно с точки зрения как бы направление индустрии мы также как и все мониторим покупательские тренды видим что сейчас очень сильно на растет направление зож на здоровый образ жизни где очень распространен как бы фасованная еда фасованы салаты где они не замешиваются до условно там соусами еще чем-то а просто идет как бы фасованное блюдо где отдельно есть соусничка закрыта еще что-то и ты можешь просто раскрыв блюдо сам его заполнить по своему усмотрению как бы сохранив ту свежесть которая есть также фасуются небольшие порционные направления там с мясом с курицей кашки разные там завтраки то что люди могут как бы прийти и взять да с учетом того что хорика очень сильно пострадала в пандемию потребительский спрос на правил был направлен именно вот на ради туит на что ты зашел в магазин здесь же купил здесь разогрел да и здесь же покушал поэтому симбиоз магазина и кафе это тоже одна из фишек которую мы сейчас масштабируем в том числе и я являюсь там вот потребителем такой модели что заходя в магазин ты взял кофе взял там сверки завтраки разогрел покушал и ушел разыграть при магазине прямо в магазине на тебя может разогреть либо персонал либо там есть микроволновая печка в кафе ты можешь разогреть все что тебе вздумается а вот эти то что меню меняющийся ратируется в это сами своими силами делаете либо может быть есть тоже какие-то коллаборации с ресторанами которые мы сейчас делаем это собственными силами безусловно нам пришлось привлечь разных специалистов своего рода это и пекаря и кулинары и те же самые мясники ребята которые как бы знают толк своем деле и безусловно как бы в ритейле люди имеют значение поэтому ничего не может сделать там без качественных профессионалов своего дела поэтому таких людей очень сложно найти на рынке но если ты находишь правильных людей то с правильными людьми ты можешь делать чудеса мясников вы искали обучали как не очень такая часто для ритейла профессия повезло сотрудник который является адептом этого направления наверно могу его назвать даже дмитрий удодов он просто фанат своего дела знаете вот некоторые любят спортом заниматься еще чего-то вот дмитрий он знает о мясе все вот человек горит живет этим и наверное даже не за деньги просто вот любит мясо соответственно извлекая его опыт плюс желание всей сети как-то изменяться помогает да как бы мы масштабируем те практики которые дмитрий как бы считают передовыми и соответственно все то что вы видели сегодня во многом является именно вот его заслугой в мясе всем остальным лишь задача помогать дмитрию как бы наращивать именно опыт знания и удобства этой модели касаемо форматов других сейчас многие ваши коллеги даже региональные идут в дискаунтеры со страшной силой большими темпами как у вас обстоят дела с этим направлением у нас ситуация выглядит следующим образом наши акционеры их несколько разделили диверсифицировали бизнес на два направления есть направление супермаркета это торговая сеть гулливер есть направление дискаунтеров эта торговая сеть победа это абсолютно обособленный бизнес который гулливеру не имеет ни юридического сходства никакого единственная филированность у него через акционерную структуру который по факту является таким же акционерами у гулливера как и в победы и вот именно победа является таким динамично развивающимся направлением в которой акционеры видят перспективы и вкладываться туда но скажем о каких-то деталях развития победы я думаю вам надо будет пообщаться с руководством победы потому что вы должны сейчас как-то развиваться в рамках своих форматов действующих никакие малые тому дома магазины как-то не планируете вот может быть разделять их каким-то образом основной акцент который мы сейчас делаем как я уже показывал да мы тестовой среде апробировали те лучшие практики которые как бы мы проявили вот в нашем последнем открытии и она очень хорошо себя зарекомендовала поэтому основной акцент на следующий и там через год мы видим именно в изменении но если можно так сказать модернизации магазинов с учетом тех практик которые есть как вы увидели эффект до 20 процентов приростов на точку я думаю что для любой компании это влияет как такой прирост и является мечтой поэтому сейчас как бы весь акцент гулливера направлен на увеличение эффективности существующей сети и я бы назвал как бы нашу экспансию такой умеренной если дискаунтера они идут как в агрессивной экспансии то территории супермаркетов они уже по факту заняты и наверное если у нас и будет открытие какие-то то они будут больше такие оппортунистические как бы если что-то будет открываться как бы случайно где это очень хорошая то мы туда как бы будем заходить а специально как бы садиться под федералов завоевывать их территории мы не будем потому что хотим наращивать существующую эффективность еще один тренд онлайн доставка как с этим обстоят дела с онлайн доставка могу сказать что мы немножко опоздали в то время когда пандемия задала тренд на увеличение онлайна мы только-только начали раскачиваться и буквально вот как этим летом мы заявились на одной из локальных площадок агрегаторов на которой продаем наш товар через интернет и собственно думаю что в ближайшие там месяц-два мы запустим наш интернет магазин потому что мы уже сделали глубокую проработку подписываем там необходимые контракты и уже на следующий год у нас будет такое масштабное развитие на интернет торговли магазина безусловно как бы мы туда пойдем потому что тренд рынка туда идет люди просят этого ваша это очень востребованный сервис но минус интернет истории в том что развиваясь через агрегаторов вы жертвуете своей комиссии комиссии там ну очень высокая 12 до 18 процентов маржинальности ты должен отдать поэтому все уважаемые себя компании делают свой интернет-магазин я хочу мажу оставлять у нас не хочу делиться закономерно в общем то и последний вопрос про то а какие в целом сейчас на какие новые может быть тренд цифровизации какие-то технологии вы обращаете внимание чтобы вы может быть уже сделали и чтобы вы может быть хотели бы у себя сделать то что реально вот не просто ради того чтобы хайпануть заголовок здесь что мы это сделали а что реально бы облегчило жизнь сети и вашим покупателям вот сегодня на конференции первое выступление было у магнита и магнит рассказывал о том что они занимаются мультиформатом адаптируя свои магазины под потребности клиентов и под под географическую представленность так вот меня это прям улыбнул это то что мы тоже этим занимаемся и мы с 1 ноября всю нашу систему управления форматами магазина переключена мультиформат управления и если магнит это рассказывают вот как некая новость мы как-то внутри себя это пережили даже ценность этого упустили по факту это очень колоссальный объем работы который мы проделали и там лежит неоценимый эффект который мы видим в удобстве покупателей в удобстве именно покупательского опыта доходности компании привлекательности нашей корзины и во всем и это вот именно мультиформат это цифровое управление форматами магазинов которое лишит наш каких-то там человеческих ошибок потому что часто мы за являемся заложниками неправильное решение там категорийного менеджера эта история как бы исключает ошибки поэтому то что мне магнит заявляет по факту мы тоже делаем несмотря на то что мы локальная сеть мы идем в ногу со временем это вот один момент второй момент который наверное ну можно рассказать это чтобы это еще могло быть это персональная промо поправьте меня мне кажется бумаги то нет персонального промо персональных промо предложений через карту лояльности у них нет и без ложной скромности я скажу что не все федералы их имеют эффект от федера от персональных предложений он очень значим как я уже говорил как бы отлик покупателя от 12 до 35 процентов в зависимости от того как ты привлекаешь клиентов и на по какой логике зачем и кого-то зовешь эта история рабочая единственное что ее надо очень долго настраивать тестить но по факту это очень как бы клёвая штука а это абсолютно цифровой продукт здесь тоже лишается какой-то вот человеческой ошибки тебе лишь нужно сделать правильные настройки на каком этапе сейчас мы уже внедрили и мы начали тестить где-то с мая с апреля с мая и уже с конца августа у нас полным ходом идет к бы работа с персональными предложениями а есть какие-то результаты можно поделиться ну как я уже сказал соответственно мы всегда оставляем определенный объем контрольной группы чтобы понимать эффект соответственно каждый раз когда мы запускаем к нашим промо компаниям какие-то персональные предложения их прелесть в том что они идут в разрез от федеральных от скажем от системных промо компаний которые есть у сети допустим сетка запускает каждые две недели новое промо предложение на соответственно печатаются ли флейтинг телевизор баннеры а персональная промо чем прелестно тем что завлекая людей себе через карты лояльности ты просишь систему посмотреть на тех людей которые к тебе стали реже ходить которые стали покупать что-то другое которые стали покупать более дешевое и соответственно таким образом как бы делая запрос в систему ты стимулируешь этих покупателей ходить чаще покупать больше покупать интересней как бы обращать внимание на компанию и таким образом как я уже сказал как бы самый минимальный эффект который мы имели от контрольной группы это плюс 12 процентов то есть ты направил в эфир информацию она идет через sms через push уведомления через электронную почту через наше приложение которое есть и таким образом как минимум в 12 процентов респондентов от базы в которую направляешь а база у нас там до 6 600 тысяч человек активных она откликается то есть пользуется твоим предложением это считается очень хорошим эффектом это очень крутой результат а вы бы хотели чтобы он каким был вот в идеале в идеале наверное если мы говорим что бенчманком является там 12 15 то плюс 18 держать это было бы здорово мы желаем чтобы вы достигли этого результата и победили больше федеральных коллег спасибо